Взятие рашистами руин Авдеевки, плановая победа Путина перед Пеньковым днём. Теперь надо закидать ВСУ трупами по пяти направлениям, глядишь и отступят. Сейчас как раз благоприятный для Кремля период. Американский конгресс в тупике, трамписты беснуются, Европа больше болтает, чем реально помогает. И даже давно обещанные F-16 появятся в воздухе не раньше лета. А ведь Авдеев куражисты взяли, используя подавляющее преимущество в воздухе. Правда, теперь Украиной подписаны договоры о гарантиях безопасности с Британией, Германией и Францией. А французы уже готовы поставить для испытаний на русских фашиках дроны-камикадзе нового поколения. Это хорошо, но перелома в войне не обеспечит. Потеря Авдеевки заставила Европу не вздрогнуть, но нахмурится. Путин подобрался еще ближе. Причинно-следственная связь очевидна. Чем меньше помощи Украине, тем настойчивее Путин захватывает новые территории. Он хотел бы занять всю Донецкую область к 15 марта, а сразу после переучреждения захватить всю Запорожскую и Харьковскую области. Но сверхзадача – это овладение Херсоном и Николаевым, Днепром и Одессой. Путин хочет все. Ради этого он переключит свою мясорубку на космическую скорость, объявит новую мобилизацию и поставит под ружье до трех миллионов мясных организмов. Такое количество Украине не переварить. И тут надо будет либо вмешиваться НАТО и открывать второй фронт, либо союзникам Украины создавать антипутинскую коалицию и вступать в открытую войну с Россией. Путин втаскивает Европу в войну, реализуя свой план. Либо вы отступите перед моим желанием овладеть всей Украиной в обмен на то, что я вас малохольных не трону. Либо мои звероподобные дикари порвут вас на кусочки, им терять нечего, а вы ссытесь. Их жизнь ничего не стоит, а ваша чересчур завышена. Вот и посмотрим, насколько далеко вы готовы зайти в противостоянии с болотно-сортирной цивилизацией. Контора, внезапно потерявшая лучшего агента, который в свое время профессионально оседлал остатки оппозиции и подчинил ее системе, быстро пришла в себя и сделала блистательный ход. Сложно сказать, какие ухищрения и аргументы при этом использовались, но вдова Навального Юлия уже заявила о своей готовности подхватить знамя борьбы. Королев просто так не сдается, и его рокировка с перевоплощением безутешной вдовы в королеву оппозиции заставляет признать он, безусловно, гроссмейстер. Столь быстрое превращение Навальной в значимую политическую фигуру наверняка потребовало максимальных усилий со стороны конторы, интеллектуальных и физических. Во-первых, надо было просчитать плюсы и минусы. Во-вторых, совсем не было времени на презентацию. Все надо было делать срочно. И вот уже в день официального объявления Навального мертвым Юлия появляется на Мюнхенской конференции, где двигает пламенную речь, после чего встречается ни много ни мало с вице-президентом США Камалой Харрис, а через день уже сидит по правую руку от главы евродипломатии Жозепа Борреля. Королев презентует королеву, вводя ее туда, куда сам Навальный и близко не был вхож. Субтитры создавал DimaTorzok